всем привет сегодня получимся записывать минт цинамон на внешний жесткий диск откроем программу gparted вот здесь у меня видны разделы моего диска жесткого на компьютере мы откроем внешний жесткий диск здесь у меня есть около 160 гигабайт свободного пространства что мы сделаем просто напросто разметим его я тут опишу мрус русский минт нажму применить итак диск мы отформатировали сейчас он освежится и вот мы имеем 166 гигабайтов на внешнем жестком диске формате extension 3 готовых к приему новой операционной системы что сейчас сделаем пойдем наш любимую программу систем бак она нас не раз выручала вот посмотрите копию текущей операционной системы вот диск на 166 гигабайт на разделе сдд 2 примонтируем его и нажмем на кнопочку next и начнем запись итак запись на внешний жесткий диск заканчивается это примерно отняло 44 значит 10 минут практически сейчас точно скажем 9 и 3 12 минут да значит за 12 минут программа записала все данные на жесткий диск теперь я просто напросто перезагружу компьютер и попробую стартовать с внешнего жесткого диска так же как и стартуют с флешки итак жесткий диск стартовал без меню безо всего поскольку я оставлял его подключенным он сразу зацепился и где-то там за полторы по моему минутки загрузился то есть грузился он не быстро но на загрузил все значит ну тут я пока отменю сейчас посмотрим запросить ли пароля google chrome то есть на новой системе нужно только мне будет завести пароли в дропбокс в дропбокс google chrome и skype система стартовала нормально работает вполне прилично приложение открывается быстро ну попробуем еще какое-нибудь приложение открыть это вот первый раз стартует LibreOffice я просто заметил особенность что вот второй раз он будет стартовать быстрее видите да итак что и требовалось доказать единственное что я всем рекомендую поскольку вы к себе это дело записали на жесткий диск то вот нужно зайти в меню вот сюда и зайти в учетные записи пользователей группы ну заводите пароль и я вам всем настоятельно рекомендую значит пароль пользователя поменять на более длинный состоящие из маленьких и больших больших букв а также из символов каких символов каких символов ну вот например собачка там диез там меньше больше что-нибудь такое выбирайте себе на какой-нибудь пароль довольно таки сильный но чтобы вы его запомнили и запомните что новый пароль должен иметь не более не менее восьми символов причем всегда смотрите чтобы раскладка у вас была английская это избавит от вас от головной боли и вот тут значит уже не первый раз вот у меня такая штука бывает нажимаешь на изменить вроде бы все поменялось но табличка не исчезает и думаешь ну все значит пароль не поменялся ничего подобного вот допустим посмотрим если я заведу старый пароль и юзер то он мне скажет что не неправильно а когда заведу новый пароль пожалуйста он он его показывает и теперь нужно сделать чтобы при входе на также был запрошен пароль ну давайте посмотрим что тут у нас не хочет ну давайте тут посмотрим так или окно входа в систему давайте проверим и вот в окне входа в систему нужно отключить автоматический вход и тогда уже с новым паролем да плюс ваши данные будут все защищены то есть у вас уже будет надежная гарантия того что данные на внешнем жестком диске у вас под хорошим и надежным паролем и все так сказать нормально так что программа программа system bug еще раз показала свои великолепные качества во первых быстро перенесла все данные на жесткий внешний диск причем вот здесь видно что использовано 11.3 гигабайта всего лишь а свободно 144 еще раз огромное спасибо и низкий поклон господину кендеку за прекрасно созданную программу которая пользователи значит спасает всегда вот в таких вот в самых экстремальных ситуациях или ну помогает очень вот в раб и до новых встреч и до новых встреч